Терпение. Том 9. Спуре. Помимо и жажды путники представляют в уме своем находящийся вдали источник, и побуждаемые желанием достичь его, скорее спешат к нему, чтобы утолить свою жажду, и струями его погасить палящий их внутренний жар. Точно так же и вы, возлюбленные, жаждущие Слово Истины, с охотой устремляетесь к истинному источнику, Господу нашему Иисусу Христу. Ведь и того он сказал, если кто жаждет, приди ко мне и пей. Устремляясь желанием своим к этому источнику, блаженный Давид воспевал. Как олень, как лань жаждет к источникам воды, так жаждет душа моя к тебе, Боже. Но чтобы не показалось, что мы оставили подлежащий теперь нашему изъяснению отдел Писания, после такого вступления обратимся к прочитанным словам. Таким образом, нам покажется более блистательная речь, и будет приятна нам церковь. Возвратимся же к предложенному. Итак, что же означает только что слышанные нами слова, сказанные блаженным Давидом? «Я терпел пред Господом, он услышал меня и принял молитву мою. Великим знамением победы явилось перед нами терпение. Мы нашли, что все святые были увенчаны терпением и имели его своим учителем». Псалом 39.2 «Посмотри на блаженного Авраама, который был уже столетним стариком и не имел еще детей, и однако через терпение перед взором его был сладостный плод. Дерево потеряло листья, корень был преисполнен силы. Тело состарилось, дух сохранял силу, и через терпение он получил все же плод в лице Исаака. «Посмотри на блаженного его, подвижника мира, боровшегося и разрушившего силу дьявола. Сколько боролся против него дьявол и не сокрушил борца. Он истратил целый колчан стрел, употребил осадные орудия, но не поколебал башни. Поднял волнение, но не потопил корабля. Обломал ветви, но не вырвал корни. Поднял бурю, но не потряс скалы. Видишь терпение праведника? Видишь борьбу подвижника? Видишь скалу, твердо стоящую, воина готова к бою, башни незыблемо стоящую? Видишь праведника, прославляемого, и дьявола со стыдом обращающегося в бегство? Посмотри, если угодно, и на венец терпения его. После того, как захвачены были валы его истреблены овцы, после того, как обрушился дом, у погибли сразу сыновья его, ведь он видел их родившимися в различное время, но всех вместе подвергшимися смерти. И так, после столь тяжелых утрат, приступила к нему жена с такими словами. Да коли ты будешь терпеть, говоря, подожду еще немного в надежде спасения моего. Вот, погибли с земли память твоя, сыновья твои и дочери твои, болезни черева моего и труды, которыми напрасно я трудилась. Там же ты сидишь в смраде червей, проводя ночь под открытым небом. А я с Китая сестужу, перехожу с места на место, из дома в дом, ожидая, когда зайдет солнце, чтобы успокоиться от трудов и болезней, которые ныне удручают меня. Но скажи некое слово к Богу и умри. Он же, взглянув на нее, произнес эти славные и всеми восхваляемые слова. Неужели доброе будем принимать от руки Господа, злое не будем? Видишь ли изобилие терпения? Видишь ли непоколебимое знание? Постигшие его бедствия не ослабили терпение его. И несмотря на то, что они обрушились на него одно за другим, подобно набегающим волнам, корабль не потонул. Видишь ли терпение праведника? Видишь ли венец, сплетаемый праведным и терпением? Посмотри на нищего лазаря, более впрочем богатого, чем богачи. Как и он, за терпение свое покоится на лоне Авраама. Этот лазарь сидел у ворот дома богача, снедаемый голодом. И в то время, как тот богат ежедневно наполнял чрево свое разнообразными роскошными яствами, лазарь не имел и куска хлеба, чтобы насытить чрево свое. Тот кормил прихлебников, а этого лизали псы. Тот имел чаши, переполненные вином, а этот успокаивал язвы свои. Тот имел украшенный золотом дом, дорогие мраморные украшения, золотые покрывала на голову. Лазарь же не имел и крова. Тот облекался в шелковые пуховые одежды, а лазарь не имел и рубища. Но смотри, какой был плод терпения. Вот умер богач, а смерть богатого истинная смерть. Смерть грешников люта. Умер и лазарь, или скорее переселился в иную жизнь. Он взят был ангелами, стал обитателем неба. Богатый же горел в гиене. Тот в избытке пользовался водою, а этот горел в гиене и страстно желал получить хотя бы каплю воды. Тот покоился на лоне Авраама, а этот был пожираем червем неусыпающим. И посмотри, если угодно, на терпение блаженного лазаря. Он не говорил в душе, «Я, проводя добродетельную жизнь, претерпеваю нужду». А он, живя нечестиво, пользуется богатством. У него постоянно в распоряжении рабы, служащие ему. Он почитается людьми счастливым, а я несчастным. Ему с великим искусством служат повара, хлебники, хлебодары, бани в городе, бани в поместьях, сады и парки. Он ежедневно пользовался высочайшим почетом. Земля приносила ему обильные плоды, и он не уделял ничего нуждающемуся. Деревья, отягченные плодами, клонились к земле, и он под тяжестью зол не устремлял взора своего на небо. Лазар же сидел в одиночестве, терпением побеждая обуревающую его бедность. Видишь ли терпение праведника? Видишь ли жестокость богача? Видишь ли терпеливость бедняка? Видишь ли немилосердие богача? Вот какую награду принесло терпение. Посмотри также и на трех отроков, пребывавших в пищи огненной, и пренебрегших ею так, как будто они находились на вольном воздухе. Как эти юноши отважились подвергнуться такому мучению, и не помышляли ни о грозном пламени, ни о том, какие ужасные мучения они будут претерпевать. Но у них настолько высок был дух и сила терпения, что они сказали, «Если же не так, да будет известно тебе, царь, что богам твоим мы служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». И так они смело пошли на мучения и ходили в печи, воспевая Бога, как будто бы на лугу или в зеленеющем саду. И они ходили там, подобно человеку, проводящему жизнь в веселье, и говорили, «Благословен Господи Божий Отцов наших, хвально и прославлено имя Твое вовеки». «И смотри, как терпение прозявши породило, затем смиренно мудре, ибо праведен ты во всем, что сотворил с нами. Хотя бы они и сотворили какие грехи, все их очистила сила памяти». Но, несмотря на это, они говорили в терпении своем, «Ты праведен во всем, что сделал с нами. Видишь терпение праведных». Они не помышляли о том, что тела их будут пребывать в огне, но оказались тверже стали и настолько мужественными, что даже не стояли в печи на одном месте. Они, ходя, благословляли Бога и прославляли Его. И не только они одни, но призывали с собой всю тварь, солнце и луну и звезды небесные, море и реки, источники и озера, и земли, горы и холмы, ущелья и равнины, дни и ночи. И обрати внимание на удивительное обстоятельство. Они в порядке воспевали и прославляли Бога. Прочти о творении мира, и ты найдешь там, вначале сотворил Бог небо и землю. Затем Бог по порядку совершает творение. Так и отроки, знавшие законы, познавшие Бога, говорили так. Благословите небеса Господа, благословите звезды небесные Господа, благословите Господа все воды, которые превыше небес. Благословите солнце и луна Господа. И смотри, наконец, что всего удивительнее. Благословите Анания, Зария и Мессаил Господа. Как в творении мира законодатель, повествуя об этом, говорил после того, как закончено было создание твари, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Так и эти отроки, только уже совершенно, закончив всеобщее писословие, говорят, наконец, благословите Анания, неизменились лица их ввиду предстоящего им мучения, видишь терпение праведных, видишь сплетенный им венец, видишь крепость мужественных юношей, видишь ревность более сильную, чем огонь, видишь уста равноангельские, видишь язык, сослужащий ангелам, видишь терпение подвижников, они не устрашились смерти, не изменились лица их ввиду предстоящего им мучения, но при исполненной веселье и радости они говорили, если же не так, тогда будет тебе, царь, известно, что богам твоим мы служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся, видишь ли, как во всех случаях терпение способствует достижению царства небесного, посмотри, если хочешь, и на блаженного Даниила, вверженного в ров львиный, и научившего львов воздержанию, ведь звери не осмелились стронуть тело пророка, так как он воспитан был в терпении. Итак, этот блаженный Давид, войдя в ров львиный, не устрашился, но обратился с молитвой к Богу, и через терпение он обратил жестокость зверей в кротость, и их природная жестокость переменилась на кротость, так что Даниил стоял среди них, как пастух среди овец, видишь изменения природы, и мучитель был посрамлен, и можно было видеть странные и удивительные явления, львы сделались более кроткие, чем царь, они, получив пищу, несмотря на мучивший их голод, не осмелились коснуться тела пророка, предложенной им трапезой вкусной пищи, они отвлеклись от собственной природы своей, по силе терпения пророка, и он не потерпел никакого зла от нападения зверей, так как надеялся на Господа, и самая природа диких зверей умеет благоговерить перед образом Божиим. Вот почему Давид прекрасно знает, что для боящегося Господа ничего не может быть страшного на вид, говорит, и будешь упирать льва и дракона, равным образом и Господь говорил, вот я дал вам власть наступать на змей, и скорпионов, и на всю силу вражию. И снова говорит Давид, если пойду, и долиной смертной тени не убоишь зла, ибо ты со мною. Посмотри так же, если угодно, и на блаженного Илью, заключившего слом своим небо на три года шесть месяцев, как и он пребывал в терпении, не вкушая хлеба и не употребляя воды, но из-за страха предизавели удалился в пустыню и скитался по ущельям. И этот, столь великий муж, за терпение свое был питаем воронами. Он стоял у потока харафа, пребывая в терпении, вороны кормили его, хотя ворон по закону считался нечистым. Пусть предстанет иудей, как возможно это, что у пророка твоего кормили ворона? Скажи мне, как возможно это? Ведь Моисей назвал ворона нечистым, а пророк твой получил пищу от нечистого. Неужели не было другой птицы? Неужели в той стране не было ни горлицы, ни голубя, если приносил пищу ворон? Разъясни мне это, иудей, этот недоуменный вопрос относительно птицы. Разве Моисей не дал закон относительно ворона и не причислил его к разряду нечистых? Скажи, в таком случае пророк, который, как ты веришь, придет в другой раз, который вознесся на огненной колеснице, который заключил небо на три с половиной года, как этот пророк силой молитвы своей воскрешавшей мертвых мог бы питаем вороном быть? Разве тот, кто заключил небо, не был в состоянии достать себе хлеба? Это сделано было для того, чтобы показать тебе, что Ветхий Завет разрушил постановление закона, и этот святой провел всю жизнь свою в подвиге постоянного терпения. Да и все святые, как мы знаем, подвязались в терпении. Посмотри, если угодно, на блаженного Давида. Как он был самым последним из людей и меньшим из братьев, а потом царствовал над братьями своими, он поразил камнем столь сильного врага, а обратил в бегство полфища его и сокрушил силу его подобно паутине. И все-таки, несмотря на такие подвиги, он подвергся сильному преследованию со стороны Саула, хотя Давыд и сказал ему и оказал ему благодеяние, а именно, когда он играл на гуслях, отступал злой дух от Саула, и хотя Давыд часто находил Саула в таком положении, не мог убить его, все же по незлобе своему оставлял его невредимым, а когда Саул не раз покушался убить его, он опять-таки всецело вверял себя Богу. Посмотри также на блаженного Иосифа, подвижника целомудрия, как и он усердно предавался терпению. Прежде всего против него злоумышляли из-за снов братья его. И обрати внимание на зависть братьев, если сны верны, то какими средствами возможно предотвратить то, что они предсказывают? Если же сновидение ложное, то что завидуете вы тому, кто обольщается им. И заметь возлюбленную удивительную вещь, он видел, что солнце, луна и одиннадцать звезд поклонялись ему. Этого случили его братья, или скорее ученики дьявола, наученные отцом и дьяволом зависть и убийство, сестрам беззакония их, которых сочетал и Павел сказав, исполнены зависти, убийства. Они подумали, что он будет царствовать над ними и вознамерились убить его. Но блаженный Иосиф устоял в борьбе. Когда братья его пошли пасти скот в Сихем, отец его сказал, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя и посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот и принеси мне ответ. Когда же он отправился к ним, братья издали увидели его идущего и сказали друг другу, вот идет тот сновидец. Пойдем убьем его и увидим, что будет из его снов. Видишь, как совещается не совершить братоубийство. Снова их советником стал дьявол, а они с готовностью последовали внушением его. Брат пришел к ним и они сняли с него одежду, но он не лишился терпения. Если он и потерял покров телесный, то не потерял целомудрия своего и надежды на Бога, но верил ему защиту свою. Братья его закололи козленка, обогрыли кровью его одежду Иосифу и принесли ее к отцу, узнай, чья это одежда. Отец узнал разноцветную одежду сына, начал горько скорбеть и, оплакив его, сказал, хищный зверь съел Иосифа. И поистине дикими зверями были те, которые сделали это, и даже более жестокими, чем самые звери, так как составили заговор убить родного брата и решили совершить брата убийство. Блаженный Иосиф подвязался в терпение, он был брошен в ров, но потерпел и претерпел и это. И скажите мне, злодеи, зачем вы так жестоко поступили с братом своим? Разве недостаточно было для вас снять с него одежду, что вы еще бросили его и в ров? Неужели вы не помыслили о том, что Бог на небесе видит все? Неужели не содрогнулось тело ваше? Неужели не пришло в ужас в сердце ваше, когда вы решили сделать это? Неужели вы не знаете, что главная заповедь закона не убить? И постарались прежде всего нарушить ее, да еще и по отношению к брату. Затем братья, посоветовавшись между собой, решили продать Иосифа в рабство. В это время шли в Египет измаильтяне, братья увидали их и, вытащив Иосифа изорва, продали им царя своего, чтобы он, будучи рабом, не стал царствовать. Измаильтяне отправились Иосифом в Египет и, заметь, как одно испытание следует за другим. Приступила к Иосифу египтянка и пыталась пагубными речами престить праведного говоря, «Прибудь со мною, а я вознагражу тебя и осыплю дарами, мои рабы будут под властью твоей, я наделю тебя бесчисленными сокровищами, отдам в распоряжение твое весь дом свой и сама буду служанкой твоею, лишь исполни только желание мое». Иосиф, «Исцели рану души моей, погаси сжигающее меня пламя, а расси пылающее страстью сердце мое, не зайди к несчастной душе моей». Но он сказал ей в ответ, «Женщина, я никогда не был рабом и только благодаря зависти и ненависти попал сюда в рабство. Не оскверняй целомудрия моего, не лишай меня благородства моего, я не изменю чувство своему, не брошусь в уста смерти, не погублю чести родственников моих. Я правнук Авраама, который зерновением беседовал с Богом и которому сказал Бог, «Воистину благословляю, благословлю тебя и размножаю размножи семя твое, как звезды небесные и как песок морской. Дед мой Исаак, тот, что готов был принести себя в жертву, отец мой Иаков, боровшийся с ангелом, тот, который видел лестницу небесную, утвержденную от земли до неба и который видел ангелов божих, восходящих и нисходящих по ней, ему я прихожу с сыном, я не беглец и не жестокий человек, я продан сюда не потому, что был осужден, а нахожусь здесь только благодаря зависти и ненависти. Когда же египтянка не смогла и такими словами своими склонить Иосифа к прорубодеянию, не поколебать целомудрие его льстивыми речами своими, она удержала его за одежду, он же, оставив одежду свою, убежал раздетым. Видишь ли терпение? Подвижник целомудрия выбежал, говоря, из-за змея мы облеклись целомудрие снимаем ее и за непослушание получили одеяние. Ради заповеди Божьей возвещающей непрелюбодействуя, слагаем его с себя. И он вышел могим, но зато облеченным во Христа. Спенилось уже море, взбушевалось готовое разразиться бурей и потопить корабль вместе с людьми, но оказалось бессильным. И несмотря на такую бурю, он плыл как бы по спокойному морю. Какое волнение подняло оно и все-таки не причинило вреда пловцу. Проломало корабль, но не похитило грузы. Сколько причинило тревоги, но не лишило сокровища. Наконец увидевши, что она не достигла желаемого, египтянка начинает уже клеветать и говорит мужу своему, ты ввел сюда раба еврея, чтобы он ругался надо мною. Услышавши это, тот поспывал гневом и верк Иосифа в темницу. Ведь те, которые пребывали во мраке, имели нужду светильники, и томимым голодом нужен был хлебодар. Посмотри же здесь еще и на новый подвиг. Недостаточно было для него, что он лишен отца, недостаточно козней, братьев и удаления из родной земли. Но к этому присоединились еще нападки женщины, заключения в темницу. И так, возлюбленные, он находился в темнице. В ту же темницу ввержены были главные виночерпи и главный хлебодар. Оба они видели сны, и лица их стали печальны. Сказал им, отчего у вас печальные лица? Они же сказали ему, нам видели сны, а и столковать их некому. Тогда Иосиф говорит им, расскажите мне, что видел каждый из вас? Зачем говоришь ты это, Иосиф? Разве ты не видел снов? Исполнение их еще не наступило. Ты видел, что солнце и луна поклоняются тебе, и вот ты продан в рабство. Ты видел, что снопы братьев твоих окружили твой сноп и поклонились ему, и вот ты заключен в темнице. Зачем же ты спрашиваешь, если благодаря братьям своим претерпеваешь несчастье? Зачем так безумствуешь? Нет, я не безумствую, говорит он. Я знаю, какой венец будет мне за терпение, знаю, какая польза будет от этих моих бедствий, знаю, как украшен буду за то, потому что никто не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. А также блаженный Давид сказал, терпя, потерпел Господа и услышал меня в столом 39.2. Видишь терпение подвижника? Видишь постоянство? Видишь неподвижное, непобежденное благородство души, непоколебимого борца? Видишь того, кто увенчан за целомудрие? Корабль невинности. Видишь кормила юношей обуздания для полных силы? Видишь кормчего удовольствия? Борьбу его и состязания? Итак, вы все юноши, примите во внимание это, так как нет ничего могущественного терпения. Терпение это корень всех благ, мать благочестия, отпрыск веселья, плод неувидающий, башня непреоборимая, гавань нетревожимая бурями. Видите, какой благой надеждой является терпение. Обратимся, если угодно, и к блаженной Сусанне, которая также подвязалась в терпении. Данила 13. И посмотрим на это мужество души в теле женщины, на целомудрие женщины, память о которой сохраняется вечной вместе с победой. Ведь эта блаженная Сусанна подвязалась на всенародном зрелище, где подвиги ее видели и Бог, и Ангелы, и Начало, и Власти. И ее терпение я хочу изобразить в этом слове. Итак, эта блаженная Сусанна вошла по обыкновению в сад для прогулки, а двое беззаконных старейшин спрятались в этом саду. Сусанна подобно одинокому Агнцу гуляла в саду, а двое старейшин притаившись подобно волкам, выжидали как бы схватить ее. Они нашли ее пребывающие наедине и подбежали к ней. Она же не устрашилась и не смутилась перед таким их нападением, но оставалась непоколебимой ее целомудрие. В своем целомудрие они сказали ей, мы имеем похотение на тебя, покорись нам, мы старейшины народа. Те, которые казались управляющими народом, сами топят себя. Нам подчинен закон, напротив, закон, возвестивший, не пожелай жены ближнего твоего, осудил вас. Если же ты не покоришься нам, мы обвиним тебя в том, что с тобой был юноша. Но она, услышавши эти слова, застонала и сказал, отовсюду мне тесно. Для меня вожделение смерть за целомудрие, чем нарушение супружеской верности. Тогда они, лишившись забыти, обвинили ее перед народом, но она, молча, зная пользу терпения, молчала. Ее осудили за нарушение целомудрия, возложили руки на нее, и она пошла на смерть. Народ признал обвинение, но всеведущий Бог возбудил духом святым Даниила, который обнаружил тайные замыслы, распутство старейшим и порочность Сусанны. Первые были посрамлены, а последние прославлены. Те презренны, а это в славе. Вы знаете теперь, какую великую награду доставляет терпение. Поэтому все, имея перед собой образец терпения, подражайте ревностно ему, так как претерпевший до конца спасется. По Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава во веки веков. Аминь.